Хитровка Одно из самых мрачных и опасных мест конца 19-го, начала 20-го веков. Беглые каторжники, воры, убийцы. Именно сюда приходили ненадежные элементы общества, когда оказывались в Москве. Здесь они находили для себя и ночлег, и работу. Что отруток заключался в грабеже, мошенничестве, порой не обходилось и без убийств. Детей здесь использовали как рабочую силу с младенчества. Наличие малыша на руках помогало выпросить больше денег. Бывали случаи, когда ребенок умирал, но мамашка, часто даже не его, укачивала труп на глазах ничего не подозревающих прохожих. И так до конца дня, не желая расставаться с легким заработком. Об этом месте я узнала из книги Геллеровского «Москва и москвичи». Буквально недавно начала ее читать, и очень захотелось прийти и посмотреть, что же здесь сейчас. Вот то время, которое описывает Геллеровский в своей книге, это начало 20 века. И это место, недалеко от метро «Китай-город», это были московские трущобы. Люди из благополучных семей, даже журналисты и писатели боялись сюда захаживать, а вот Геллеровский как раз нет. Он сюда часто приходил, у него были здесь знакомые. Он от местных следователей узнавал о каких-то убийствах и деталях преступлений. И даже водил экскурсии для своих знакомых писателей и журналистов. И рассказывал, показывал, что здесь он знал все эти дома, утюги, каторгу и все остальное. Сто лет назад это были московские трущобы, запретное место для пряточных людей. А сейчас это практически центр города. Сейчас хитровка не пустует. Кто-то приходит сюда из туристических интересов, а кто-то имеет счастье жить в центре Москвы. Судя по тому, что некоторые из этих окошек зашторены и на подоконниках стоят цветы, то в этом доме, видимо, кто-то живет. Даже форточки открыты. По разным данным, на хитровке жили от 5 до 10 тысяч нищих и преступников. С ней пытались бороться, но хитровка продолжала жить. Рынок был зачищен только после Октябрьской революции. На площади разбили сквер. В ночлежках создали жилищное товарищество и поселили рабочих. В 1930-х годах здесь построили школу. В 2010-м здание Смесни. Там до сих пор видны камни и основания фундаментов. Судя по этому баннеру, здесь планировали построить центр с развитой инфраструктурой. И окончить работу планировали в 4-м квартале 2010-го года. Вот сейчас, в 2014-й, забор стоит. Кстати, тут очень опасно ходить, тут кругом какашки. Местные жители не поддержали идею строительства бизнес-центра, а собрали подписи и отправили письмо с протестом в мэрию. Были и другие варианты. Разбить здесь сквер, построить подземную парковку, но проект замер. И до сих пор непонятно, что же будет из себя представлять Хитровская площадь в 21-м веке. Сейчас здесь, конечно, уже нет трущоб, о которых писал Гелировский. Но здание, конечно, мрачноватое. И, наверное, одна бы гулять здесь я вряд ли захотела. Хотя, конечно, с точки зрения знаний и истории нашей столицы, это очень интересное место. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok